Первая часть статьи Юрия Селиванова «Всеядный пипл, которого в природе не существует» за 14 июня 2020 года. Антикультурная агрессия Запада против России активно мимикрирует под запросы самого общества, которое, дескать, вынуждает деятелей культуры и искусства поступаться своими высокими принципами и потакать низменным вкусом массовой аудитории. На самом деле все обстоит строго наоборот. Намедни решил в очередной раз протестировать текущее состояние того странного явления, которое, на мой взгляд, не вполне заслуженно присвоило само себе почетное наименование современного российского кино. Для чего специально скачал один из самых недавних триллеров, чтобы спокойно, без назойливой рекламы и без оглядки на кустарное качество украденной в кинозале экранки, оценить сей продукт. Речь о фильме «Аванпосткин» режиссера Егора Баранова. Да простят мне читатели, но чего-то похожего на рецензию на этот раз не будет, просто потому что меня хватило от силы на 3 минуты просмотра, после чего без всякого на то повода и вне связи с сюжетом, которого, собственно, еще и не было на экране, начался половой акт. Сколько их там еще было потом, не знаю, потому что мне резко стало неинтересно, чего-чего, а этой незамутненной даже легким намеком на сюжетную интригу в физиологии и на порно-сайтах вполне достаточно, но поскольку рецензий точно не будет, о чем же тогда я собираюсь писать, а вот о чем. Вижу в этом удачный повод сразу взять быка за рога и глянуть в корень, как учили нас классики, а оттолкнуться хочу от неизбежного в таких случаях глубокомысленного вердикта, просвещенного во всех тонкостях современных банальностей типового эксперта. Ну, в чем проблема-то? Тебе фильм не зашел? Так он и не рассчитан на твое высоколубое восприятие, зато people have it, а это главное. Вот это и есть наша тема. Что-то я в последнее время стал сильно сомневаться в том, что этот всеядный people вообще существует где-либо, кроме как в весьма специфическом воображении некоторых всезнающих и материально заинтересованных представителей так называемого креативного класса, еще одно нахальное самоназвание. Выхожу на улицу и никакого такого people со всеми приписываемыми ему нехорошими качествами в упор не вижу. Не так, конечно, чтобы его совсем не было. Есть, как и всегда была, некая группа альтернативно одаренных персонажей, чья дремучая сущность проявляется в самых разных и подчас очень забавных бытовых ситуациях. Например, когда такая особь начинает громко лаяться с кем-то по телефону прямо в электричке среди сотен людей, забывая, а точнее понятия не имея, об элементарных правилах приличия. Или роняет в магазине покупки на пол, оставляет их там и идет себе дальше, как ни в чем не бывало. Или в том же кинотеатре слишком громко чавкает своим попкорном. Всякое в жизни бывает. Не так, чтобы этого пипла было уж слишком много, и тем более подавляющее большинство, на которое следовало бы ориентировать кинематограф, СМИ и вообще всю культуру, превращая их в одну сплошную помойку. У меня такого впечатления после шести с лишним лет постоянного пребывания в РФ точно не сложилось. Нормальные, в основном вокруг люди, вполне вменяемые, неплохо воспитанные и здравосоображающие, даже молодежь в своем большинстве. И вот тут-то и возникает законный вопрос. Откуда же тогда растут ноги у этой легенды про якобы все задавевший, тупой и неразборчивый пипл, на которого, дескать, ну просто вынуждена работать даже вопреки собственным высоким моральным принципам вся наша культурная элита. Все эти креативные деятели кино, театр, литература, СМИ и так далее. Расхожие ссылки на то, что это засилие торжествующего хама, якобы подтверждается разного рода замерами, соцопросами и прочими электронно-телефонными фокусами, можно сразу отбросить. Просто потому, что не мной сказано про три вида лжи. Простая ложь, большая ложь. И статистика. Лично я, хотя и связан десятки лет с телевидением, никогда особо не верил в объективность и достоверность этих шаманских приблуд, якобы доходивших даже до установки каких-то специальных счетчиков на квартирах у телезрителей. Все это настолько субъективно и так явно замешано на густо в совом волюнтаризме заказчиков подобных мониторингов, что верить этому, себя не уважать. Все, для чего они на самом деле реально нужны, это пускать пыли в глаза высокому начальству насчет значимости своего канала и выкатывать ему соответствующие заявки на его обильное финансирование. Что же до реального положения дел с тем же телевизором, то лично я его уже 30 лет не смотрю. Ровно с тех пор, как мой отец после развала СССР прозорливо сказал, что там показывают одно барахло. И я по прошествии стольких лет так и не получил ни одного доказательства обратного. А стоит только на секунду включить нынешний телек или зайти на кухню, где он служит шумовым фоном для готовящей ужин жены и услышать идущие из ящика звуки, как все становится окончательно ясно. Я ни разу не слышал оттуда ничего, кроме типовых фраз из очередного сериала вроде «Мой муж уехал с любовницей», «Мы влезли в долги», «Деловой партнер сбежал со всеми деньгами». Жена это авторитетно подтверждает и говорит, что смотреть эту муть невозможно от слова совсем, а главное, сколько ни переключай каналы, везде одно и то же. Так что насчет высокой смотрибельности всей этой телепомойки, меня уже давно терзают смутные сомнения, и где они нашли столько пипла, которые за дня в день и якобы требуют от них все новые порции этой несъедобной бурды? Ума не приложу. Складывается такое ощущение, что его и вовсе не существует, а на обратном настаивают исключительно те, кому это позарез нужно, для разных надобностей. Например, бесталанным шоуменам, сценаристам и актерам, которые все на одно лицо для того, чтобы вообще не включая головы монотонно, варить одно и то же телемыло по уже готовым и одинаковым, как два лаптя сценарным болванкам, а их хозяевам для целей куда более значимых, имеющих самое прямое непосредственное отношение к решаемой всей нашей либеральной, культурной, идейно-политической сверхзадаче, которая заключается отнюдь не в якобы вынужденной работе на тот самый всеядный тупой пипл, коего в таком гипертрофированном виде в природе просто не существует, а в том, чтобы последовательно, целенаправленно и настойчиво превращать в этих самых пиплобаранов основную часть общества, состоящую пока из совершенно нормальных людей, для чего эта секта свидетелей пипла занимается исключительно производством оболванивающего, однообразно тупого продукта, который при полном отсутствии какой-либо альтернативы, при непрерывном и длящемся десятками лет вдалбливании в массовое сознание кого угодно превратит в идиота, и в тот самый пипл, который все хавает, такое себе вполне классическое, ксензы охмуряют. Это была первая часть статьи Юрия Селиванова «Всеядный пипл, которого в природе не существует». Продолжение следует.